МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто боится знания, тот пропал. Здравствуйте, меня зовут Николай Команцев. Сегодня мне предстоит многому научиться и многое узнать. Но прежде я помою свою машину, а потом я отправлюсь в Горецкий район, где самые большие запасы минеральной природной воды в Могилевской области. У нас в Могилеве появилась мойка самообслуживания 42 енота. Сказали, что это самая лучшая мойка в городе. Сегодня мы узнаем, почему и как правильно мыть машину. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Николай. Заехав на открытую площадку, я обнаружил, а места-то здесь много. Можно помыть как авто-гольф-класса, так и большой микроавтобус. Ну а теперь нужно купить жетоны. Делается это очень легко. Так, так, так. Смотрим. 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч. Кстати, гляньте, 42 енота. Фирменные. А где Чиканинга? В Бельгии. Более того, эти жетоны имеют 5 степеней защиты. Подделать невозможно. Невозможно? Нет, невозможно. Теперь разберемся, как работает бесконтактная мойка самообслуживания. Это блок управления. Здесь все просто. Кнопки выбора программ, мойки, их 4. Жетоноприемник, кнопка остановки программы, специальный пистолет и шланг высокого давления. Кстати, вот один жетон, это сколько я могу помыть время? 85 секунд. Рядом простая и понятная инструкция, в которой описан процесс мойки с расшифровкой, а именно какой эффект дает та или иная программа. Программа номер один. Активная пена. Ну, поехали. Да. О! Так, секунду. Так, секунду, секунду, секунду. Неправильно. Первая моя ошибка. Я не нажал на пистолет. Вторая. Нужно подождать 5 секунд, пока пойдет пена. Вот, пошла пена, да. Обывается вначале колеса вместе с арками. После этого вы наносите снизу вверх, снизу, 20 сантиметров. Нет, 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 нет. Вот на таком расстоянии и ровными движениями. И это важно. Снизу вверх. Оно и понятно. Грязи на авто всегда больше внизу, а значит, нужно больше времени, чтобы моющие вещества, входящие в состав активной пены, справились с грязью. Самое главное, пена создается не из порошка, а из жидкой химии. Это спасает кузов авто от мелких царапин во время мойки. Да, порошка нет. Чисто гель. Ничего там не царапает. Активная пена сделала свое дело. Теперь переходим к программе номер два. Ополаскивание. Это поможет убрать с кузова автомобиля остатки загрязнений и химических срез. Да, еще ополаскивание автомобиля происходит умягченной водой. И делать это нужно лесенкой. Сверху вниз. Главное, вот эти места вымывать все, чтобы оно от пены. Да, да, да. На ополаскивание у меня ушло чуть больше одной минуты. Впереди меня ждала программа номер три. Нанесение воска с эффектом сушки. Фильтрованная, умягченная и деминерализованная вода с полимером новейшего поколения покрывает чистую поверхность лака тонким прочным слоем, что позволяет обеспечить защиту кузова автомобиля от гряди и атмосферных факторов. Там воды и солнце. Наносится одним слоем на автомобиль. Обильно его не наносить. На эту операцию у меня тоже ушло немного времени. Ну, теперь осталось мне только смыть воск, а за это отвечает программа номер четыре. Кузов промывается смягченной и деминерализованной водой. Вода без минералов и солей. После этой функции на автомобиле не будет ни разводов, ни пятен. И протирать автомобиль тоже не надо. Итак, подведем итог. Чтобы качественно помыть свой автомобиль и покрыть его воском, я потратил вместо, внимание, 30 минут всего лишь 7. Для меня это новый рекорд. А для Александра пройден этап. Вы за сколько мыете машину? За два жетона. Подождите, за три минуты? Да. В этом я убедился лично. Итак, нанесение активной пены. 40 секунд. А поласкивание. 55 секунд. Нанесение воска. 25 секунд. Чистовое поласкивание. 50 секунд. Итого 170 секунд. Теперь вы верите, Николай? Да, теперь я верю. Теперь я жду чемпионата, который вы обещали. Понял. Хорошо. Все, хорошего дня. До свидания. Спасибо. До свидания. Запасы минеральных подземных вод в Беларуси самые богатые в Европе. В Могилевской области самые большие запасы природной минеральной воды находятся в Горецком районе. И не случайно именно в Горках наладили добычу минеральной лечебно-столовой воды, которую можно пить без ограничений. Мы сейчас идем к скважине, где нас ждет Юрий Викторович, управляющий предприятием, где, собственно говоря, создается минеральная вода Горецкая. Юрий Викторович, добрый день. Я приветствую вас, Николай. Мы, Николай, с вами находимся на скважине минеральных вод в месторождении Горки. Глубина скважины 544 метра. Это много или мало? Вы знаете, но это одна из самых глубоких скважин в республике. О! Это говорит о том, что там находится действительно настоящая вода минеральная? Да, согласно исследованиям, это натуральная, природная минеральная вода. Из недр земли минеральную воду по трубам из нержавеющей стали на поверхность в цех розлива поднимает мощный насос. Цех расположен в 20 метрах от скважины. Это позволяет избежать потери целебных и вкусовых качеств минеральной воды. Впереди нас ждало отделение водоподготовки. Так, минеральная вода, то, что из скважины приходит, я так понимаю, вот сюда. Да, на этой установке вода очищается от механических примесей, проходит через установку по обеззараживанию воды ультрафиолетом и уже непосредственно подается на производство. Совершенно верно. А это, я так понимаю, можно попробовать? Ну, и не только попробовать. Этот кран предназначен для отбора воды для лабораторных исследований. Сейчас проверим. Мне мама говорила, что я самый лучший исследователь. Вы знаете, никаких примесей, никакого сероводорода и вкусно. И это неудивительно. Минеральная вода в этой установке проходит через несколько фильтров. Котианитовая смола, песок и гравий. Следующий этап – насыщение подготовленной минеральной воды газом. Вода поступает в промежуточную колонну, в расходный бак, и бак насыщения воды в окиси углерода. А вот насыщение как быстро происходит? Ну, мощность установки до трёх литров в секунду. А потом вода уходит, и непосредственно из данной машины вода поступает на машину розыгрыша. Её уникальность в том, что она выполняет сразу несколько процессов. Моет бутылку изнутри, наполняет минеральной водой и закрывает бутылку крышкой. Весь процесс занимает 20 секунд. Чтобы минеральная была вода хорошая, есть какие-то секреты? Ну, в данном случае, вот на этом агрегате, для ополаскивания бутылки, мы тоже используем минеральную воду, чтобы сохранить полностью её химический состав. А вот этого я не знал. Очередное открытие нас ожидало во время процесса закрывания бутылки пробкой. Для того, чтобы исключить микробиологические попадания в кропки, на данном этапе происходит её обеззараживание. Устрофиолетовое исключение. Далее бутылки с минералкой по конвейеру встроенным рядом отправляются к атикировочной машине, где получают фирменную одёжку. После нанесения этикетки – последний этап. Упаковка бутылок в термическую плёнку для транспортировки. Мне вообще понравился здесь у вас и вопрос, а почему, почему вот эту воду надо пить? По заключению Минздрава Республики Беларусь, вода рекомендована к употреблению при различных заболеваниях. Вы сами минеральную воду любите? Без сомнения. Сколько литров в день выпиваете? Ну, в зависимости от обстоятельств. А на самом деле рекомендую не только своим друзьям и близким, но и с удовольствием угощу и вас. С удовольствием не откажусь. Ну, естественно, заставлю вам компанию. Будьте здоровы. Спасибо, взаимно. Оптимально и вкусно. Никто не может знать всё, но стремиться к знаниям нужно. Смотрите телепроект «Знай наше» и делайте для себя новое открытие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!